Музыка Всем привет! В данном уроке вы узнаете, как добавлять логотип к нашему видеофайлу. В окно проекта я добавил наш видеофайл и три логотипа. Два из которых скачаны с интернета и третий создан в программе GIMP. Специально для нашего видеофайла. Помещаем наш видеофайл на дорожку номер один, которая находится ниже. И изображение с логотипом Ubuntu помещаем на дорожку номер два. Инструментом изменения размера увеличиваем продолжительность воспроизведения нашего логотипа до пяти минут. Поскольку больше не получается, потому что в опеншоте здесь наложены ограничения на продолжительность графических файлов. Поэтому, чтобы логотип был на протяжении всего видеоряда, нам нужно поступить следующим образом. Правой кнопкой мыши по нашему логотипу и самый верхний пункт дублировать. И в самом начале у нас появляется новый продублированный логотип. Его точно так же увеличиваем в размере по продолжительности. И делаем их ровно столько, сколько нужно, чтобы заполнить весь видеофайл. Итак, скажу еще такую деталь, что желательно добавлять наши логотипы в формате PNG. Почему? Потому что этот вид графического файла поддерживает прозрачность слоя. И все, что будет за логотипом прозрачное, точно так же будет и в нашем видеоизображении. То есть, будет изображение и только сама картинка логотипа. Без всяких белых окантовок, без всяких белых фонов и так далее. Как бы было с графическим файлом в формате JPEG. Поэтому у меня все три добавленные логотипа, они как раз в формате PNG. Если запустить сейчас наш видеофайл с логотипом, то вот что мы увидим. Огромное изображение логотипа Ubuntu. Поскольку прозрачность слоя здесь присутствует, то мы видим сзади видеоряд и звук. Но нашей целью было сделать логотип нужных размеров и поместить его в нужное место. В данном случае в правый верхний угол. Что для этого нужно сделать? Кликаем правой кнопкой мыши по нашему логотипу. Свойства. И переходим на вкладку расположение. Здесь мы видим переключатель. Начало клипа, конец клипа. И пять ползунков. Первые два высота, ширина, которые отвечают за размер изображения. XY это оси координат. X перемещение объекта по горизонтали. Y по вертикали. Ну и прозрачность, естественно, это насколько будет он прозрачен при наложении на наш видеофайл. Работать будем только с первыми четырьмя ползунками. Итак, опытным путем я добился следующих значений. Высота, ширина у меня по 10. X 90. Y 15. И точно такие же значения вписываем в конец клипа. Применить. И смотрим, что получилось. Получилось то, что и хотели. Наш логотип помещен в правый верхний угол. И размеры, в принципе, можно чуть больше, можно чуть меньше. Это уже кому как нравится. Так, теперь на примере другой картинки я покажу, что как бы значения могут отличаться. И если вы скопируете данные значения от этой картинки к другой, то, в принципе, у вас может быть, выйдет не то, что вы хотели. Поэтому покажу, что изображения, примененные к нему, значения могут быть отличные от первого, второго и так далее. Вот в этом втором случае мы видим, что логотип закрыл полностью все окно просмотра. И мы только слышим от видеофайла только звук. Поэтому применяем такие значения. Переходим опять на вкладку расположения. Высота, ширина здесь вышли по 15. Игрик тоже 15. И Икс 83. И то же самое к концу клипа применяем. Применить и смотрим, что получилось. Ну, а если применить прозрачность, то давайте посмотрим, как оно будет применительно к нашему примеру. Вот примерно так. Ну, а если мы хотим самостоятельно подготовить логотип в программе GIMP для того, чтобы вставить в наш видеопроект, то, соответственно, запускаем графический редактор GIMP и создаем изображение со следующими значениями. И должно получиться вот что-то типа такого. То есть, вы создали изображение с прозрачным слоем, добавили логотип. Добавлять нужно файл открыть как слои. Иначе, если вы добавите просто открыть, то изображение логотипа откроется в следующей, во второй вкладке. И сохранил в формате PNG. И вот, что вышло в результате. Размер логотипа нас устраивает. Единственное, что теперь нужно немножко к месторасположению его под видеоизображение подогнать. У меня вышли следующие значения. Высота, ширина оставляю такой, как и было. X вышел 4. Y 3. Применяем и смотрим, что получилось. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. До следующих уроков. Значит, aerospace. Спасибо за внимание. Продолжение следует...